Совсем еще немножечко времени и не только школьники пойдут своими рюкзачками в учебные заведения, но интенсивный ритм жизни начнется и у педагогов, о чем мы, кстати, можем поговорить с нашей следующей гостью. Предлагаю сейчас к ней и пройти. У нас в гостях сегодня Екатерина Волкова, председатель Крымской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Республики Крым. И сейчас мы узнаем, как провели лето. Педагоги, чем они занимались, как они подготовились и готовы ли к новому учебному сезону. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, Екатерина Ивановна, ну вот сейчас такой вот ударный ритм жизни начнется у нас и для педагогов, не только для школьников. А вот как они, может быть, оздоровились, пока была возможность? Спасибо вам за вопрос и я благодарю вас за приглашение в канун нового учебного года. Почему? Потому что, безусловно, важно был летний период и организовать отдых. Ведь у педагогов сегодня вообще в отрасли образования, я должна сказать, каникулы такие эфемерные достаточно. Почему? Потому что с наступлением отпуска готовишься к новому учебному году, новые проучебные программы, учебные планы и так далее. Поэтому профсоюз работников образования и науки Российской Федерации, наша Крымская, республиканская, прилагает учебные планы в наших педагогах. Оно доступно не всем, поскольку высокая заработная плата, она не позволяет предоставить путевку. Это занимается этим Министерство труда и социальной политики. А мы организуем отдых. В преддверии летнего периода заключили договора о предоставлении оздоровления, услуги на оздоровление с шестью оздоровительными учреждениями. Но следует сказать, что у нас у единственного профсоюза работников образования и науки еще есть своя собственность. Это небольшой центр отдыха «Учитель» в городе Ялта. Он рассчитан на 50 мест, но, безусловно, мы немножечко, конечно, хулиганим и направляем больше. Тем не менее, вот есть такая возможность учителю по очень недорогой льготной путевке отдохнуть в этом центре отдыха. И кроме центра отдыха это Евпатория, это Алушта, это Ялта, это Курортная, это вот там, где учреждения заключили с нами договора. Кроме того, что мы заключили эти договора, мы еще и удешевляем эти путевки. Но на 40% стараемся удешевить, 20% республиканская организация, 20% первичная или территориальная, где получают они направление. Большому количеству педагогов уже удалось с помощью этих путевок? На сегодняшний день 2,5 тысячи путевок мы, в общем-то, выдали все наши территориальные организации, то есть районов и городов, это весь Крым. Но мы заключаем договора не только на летний период, мы заключаем годовые договора, поэтому вот еще продолжается, так сказать, этот летний период, уже осенний, переходящий зимний для лечения. То есть у нас санаторий «Утес», тот, который заключил с нами договор на годовую, так сказать, возможность по 20 путевок ежемесячно мы выкупаем и предоставляем. Вот, например, готовили... Ну, не могу не спросить, пока у нас есть время, не так много, о зарплатах для педагогов. Ну, и вторая забота наша, конечно, это заработная плата. Вы, по всей вероятности, наслышаны, мы долго очень мучились с нашей базовой единицей 6200. Это так было, ну, в общем-то, неприятно и критикуемо, по-моему, всех и всегда. В этом году мы с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым все-таки уже приняли, подготовили, и Советом Министров принято новое постановление 20 августа о внесении изменений в 658-е постановление. И там мы уже забыли, будем забывать, конечно же, нашу базовую единицу. Мы перешли на профессионально-квалификационные группы, которые предполагают уже на основной оклад. То есть ставка у нас, за ставку, педагог получит 14 650 рублей. Но это звучит немного уже по-другому, правда? Ну, не 6200. Не 6200. И к этому уже будут начисляться доплаты и надбавки. То есть это классное руководство, это проверка тетради, это кабинеты, педагогический стаж, категория в первую очередь. Сумма может расти, да? Да, безусловно. То есть выпускник на сегодняшний день, мы приглашаем всех наших молодых коллекций, которые закончили вузы по специальности педагогической, мы приглашаем. Почему? Потому что с учетом выплаты республиканской, вот Совет Министров принял постановление, вы знаете, 5 700 с 1 апреля. Вот они получат 14 650 плюс 5 700, это уже 20 тысяч. Ну и плюс какие-то надбавочки, которые они получат, все равно это и классное руководство, и проверка тетради. То есть за 20 далеко тысяч они будут иметь молодые. Я думаю, что это поправит ситуацию с нашим молодежью в нашей отрасли. Скажите, а как вот сейчас обстоит ситуация? Все-таки молодежь идет преподавать? Есть такой вот заметен рост? У нас молодежь прекрасная. Вы знаете, у нас существует программа проведения обучения молодых педагогов, так называемая Крымская педагогическая профсоюзная школа. И в этом году мы их собрали 100 человек опять в Коктебеле, это поселок Курортное, неделю они бесплатно за счет профсоюза, безусловно, они отдыхали и учились. Мы пригласили специалистов с Центрального совета, с нашего института постдипломного педагогического образования, с Министерства образования. То есть наши молодые педагоги вот очень хорошо, так сказать, провели это время с пользой для себя. В первую очередь повышение квалификации, во вторую, конечно, и отдыха. Мы уделяем самое большое внимание нашим молодым педагогам. И на сегодняшний день увеличился приток молодых, но не настолько, чтобы он нас удовлетворил. То есть нам нужно больше свежей крови? Больше, да, безусловно. Хотя наши педагоги, те, которые на сегодняшний день асы, я должна сказать, они дают очень хорошие результаты. Ну и хочу спросить про программы, которые есть у профсоюза для помощи работникам. Помощь работы, вы имеете в виду социальным. Я хотела бы сказать, вот одна из программ, мы только ее сейчас запустили. Я думаю, она такая, вы знаете, помощь, ну, сопереживающая. У наших педагогов, так же, как и у других, есть больные дети. Это дети-инвалиды, дети с проблемами со здоровьем. И мы приняли решение к началу учебного года, хотели в начале оздоровления, но потом решили, что вряд ли они выйдут к началу учебного года, оказать материальную помощь. Это у нас 115 человек на сегодняшний день. По ходатайству мы им выделяем помощь. Конечно, это и материальная помощь, это и оздоровление, это и те командировки, которые мы оплачиваем, они выезжают. Я должна сказать, что на сегодняшний день у нас команда наших педагогов, это 16 человек, сражаются за лучшие места в Саратове на всероссийском конкурсе туристов. Мы за них горды. Спасибо вам большое. Спасибо, Екатерина Ивановна. А у нас в гостях сегодня была Екатерина Волкова, председатель Крымско-республиканской организации профсоюза работников народного образования и нойки Российской Федерации. Ну, а пока предлагаю вам посмотреть нашу следующую рубрику.